На телеканале ННТ новости Дагестана в студии Махач Курбанов и в начале короткий анонс. Патрули скрытого контроля. Сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению лихачей на дорогах. Перед пенсией снова за парты. Минтрут помогает обрести новую профессию старшему поколению, имеющему опыт и стаж. Коронные приемы и другие секреты спортивного мастерства. Чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по волей борьбе провели мастер-класс на севере республики. В Махачкале с 1 ноября запущен отопительный сезон. В соответствии с распоряжением мэра Махачкалы Салмана Дадаева, с 1 ноября в столице начинается поэтапное включение отопления во всех трех районах города. Сегодня тепло поступило только в детские сады. Не позднее 5 ноября им будут обеспечены все социальные объекты. Многоквартирные дома и иные строения будут подключены 8 ноября. Тем временем услуги ЖКХ в Дагестане вырастут более чем на 5%. Правительство России уже утвердило максимально допустимый рост тарифов. Согласно распоряжению, больше всего плата за коммунальные услуги повысится в нашей республике, Чечне и Кабардино-Балкарии. Очередное повышение произойдет летом следующего года. Дагестан до конца года получит еще 70 автобусов для средних образовательных учреждений. Об этом сообщила министр образования и науки республики Умупазили Амарова. Напомним, в 2017 году республика получила 30 машин. В минувшем году за счет средств федерального бюджета регион получил 140 новых автобусов. А с начала этого года Дагестан закупил еще 95 единиц школьного транспорта. Уже за счет республиканского бюджета. ГИБДД республики продолжает проверочные рейды. Как дорожные полицейские выявляли лихачей, знает Камиль Девятов. Ему слово. Автомобиль дорога ДТП. За 9 месяцев на дорогах республики совершено более 1000 дорожно-транспортных происшествий. 231 прерванная человеческая жизнь. 1684 человека получили травмы различной степени тяжести. Обстановка на дорогах республики как была сложной, так и остается, утверждают дорожные полицейские. Количество случаев выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено, правилами дорожного движения увеличилось. Согласно проведенному анализу, одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий является выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Так, руководством госавтоинспекции по республике Дагестан было принято решение о проведении единого дня безопасности дорожного движения под условным названием «Безопасный обгон». Обгон – самое рискованное дело, и статистика это подтверждает. По вине водителей погибло 72 человека в 211 авариях. Для борьбы с лихачами в ГИБДД стали использовать скрытый контроль дорожного движения. Дорожный полицейский использует видеосъемку. Это помогает водителю не отрицать свою причастность к нарушению. Акция «Безопасный обгон» прошла в Корободахкенском районе не случайно. На опасном участке дороги по причине обгона совершается большое количество ДТП. Данное мероприятие мы сегодня проводим на территории Корободахкенского района. Здесь недавно были дорожно-транспортные происшествия, где погибли люди. То есть здесь на перевале водители совершают обгон грузовых автомобилей, там где это запрещено правилом дорожного движения. В связи с этим принято решение о проведении скрытых нарядов, скрытого патрулирования за дорожным движением. Аварии уносят больше жизни, чем войны и болезни. Это должно стать пищей для лихачей и размышляющих. Камиль Девятов, Мусан Салгиреев, телеканал ННТ, Корободахкенский район. В рамках федерального проекта «Комфортная среда» в Корободахкенском районе проводится комплекс мероприятий. На сегодняшний день работы ведутся по благоустройству улиц и парковой зоны. Это установка новых бордюров, подходов к подъездам, укладка тротуарной плиты. Есть профессиональный опыт, солидный стаж, но нет работы. С такой проблемой сталкивается большая часть людей предпенсионного возраста. Министерство труда нашло решение вопроса и предлагает гражданам, попадающим под эту категорию, сменить профессию. Обучение новому ремеслу проходит в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Все занятия бесплатные. Более подробно об этом в сюжетах Патимат Ханаповой. Одному из студентов, Ибрагиму Салимову, 59, в прошлом водитель с большим стажем, сегодня осваивает совершенно новую для себя профессию в парте. Один из первых участников программы. Он даже и не думал, что перед выходом на пенсию снова сядет за парту. Почему решили принять участие в этом программе? Видите ли, возраст уже 59 лет и на большой машине уже не так, как в молодые годы, когда энергия, здоровье. Поэтому сейчас более такую спокойную работу. Вот работа парте, я думаю, что она соответствует моему возрасту, моему интеллекту. Обучение граждан предпенсионного возраста проходит бесплатно за счет федерального и регионального бюджета. Кроме того, для безработных предусмотрена выплата стипендий в размере более 10 тысяч рублей. Лекции проходят на базе образовательных учреждений республики. Направления здесь самые разные – от парте до ораторского искусства. Главное, что меня радует, я замечаю в последнее время такой факт, что возникает интерес у очень многих к ораторскому искусству. Ведь стать оратором, стать ритором – это всегда стать интересным человеком, нужным, любопытным, знающим, компетентным. Поэтому ораторское искусство, оно обычно свидетельство всегда того, что человек хочет быть развитым. Стать участником программы может любой гражданин, которому осталось 5 лет до выхода на пенсию. Чтобы попасть на бесплатные курсы переподготовки, достаточно обратиться в Центры занятости населения по месту проживания. Кстати, работающие граждане могут обучаться без отрыва от производства. Незанятым после обучения помогут найти место работы. На сегодняшний день у нас обучаются бухгалтера, операторы ЭВМ, делопроизводители, стропольщики, электромонтеры и так далее. То есть по тем компетенциям, которые у нас сегодня наиболее востребованы в городе Махачкала. Далее мы в следующих годах реализуем еще больше обучения граждан данного возраста. По окончанию процесса обучения студентам будут выданы свидетельства и дипломы. Они смогут туда устроиться по данным направлениям. В этом им поможет Центр занятости. Ну и в дальнейшем тоже. Сегодня обучение во всех городах и районах проходит около тысячи дагестанцев. Специалисты отмечают, взрослые студенты куда более заинтересованы в обучении, чем, например, молодежь. Ведь у них есть не только цель, но и мотивация. По теме Тханабова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Звездный десант в Хасавюрте и Казбековском районе. Чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе провели мастер-классы. Именитые спортсмены показали свои коронные приемы, ответили на вопросы и дали напутствие молодежи. Обо всем по порядку расскажет Курбан Рагимов. Смотри, я вот прошел боковую ногу, вот сюда. И он оттягивает сюда. Бовтори, я просто взял его руку вот так и сел на мысль. И все. Финал чемпионата мира. Вот так Абдул-Рашид Садуаев год назад положил на лопатки американца Кайла Снайдера. Приемы первого года обучения пригодятся даже на самых крупных турнирах. Поэтому рекомендуют чемпионы, борец должен свободно владеть богатым техническим арсеналом. На ковре большую роль играет и умение переиграть соперника. Некоторые из этих приемов юноши знают не хуже своих именитых гостей. Но одно присутствие чемпионов на тренировке – это огромный стимул и мотивация. В Хасавирте уже вторую неделю проходят сборы. В северную столицу съехали спортсмены из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья. На выходных они выступят на первом всероссийском турнире «Битва за тренером». И местные ребята приходили. 130-140 человек. Такого количества ребят я никогда не видел на одном сборе. Вот по юношам сколько третий-четвертый год работаю. Вот такое мероприятие. И все тренера довольны. И с других регионов. И собираются каждый год ехать. Потому что куда ехать, если не в Дагестан. Тем более по этим возрастам у нас один крепче другого. Эти ребятышки. И это и под впечатлением. Все тренера. Кто-то первый раз в республике удивлен нашим гостеприимством. Здесь вообще отлично. Я приехал из-за того, что здесь школа борьбы намного лучше. В принципе, все нормально. Все устраивает. И да, все на высшем уровне. Тренировки тоже на высшем уровне идут. Что здесь понравилось? Здесь тренировки, скорее всего. Здесь мастер-класс показывают каждый раз. То есть таких звезд не каждый день увидят? Да, не каждый день. Тем более в Бурятии. У нас есть там Богомоев, Жирбаев. Но таких олимпийских чемпионов уже нет. Завершив тренировку в Хасавюрте, звездный десант отправился в соседний Казбековский район. Приезд чемпионов вызвал в селе Калининаул большой ажиотаж. Спортзал заполнен до отказа. Таких гостей дети даже увидеть не мечтали. Юные вольники сполна воспользовались редким шансом пообщаться с чемпионами и внимательно следили за каждым их движением. Вот руку отключили, да? Наружай, вы руку поднимаете. Спасибо. 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 Занятия в этом зале проходят в две смены. Всего тренируется около ста детей. Условия, конечно, оставляют желать лучшего. Но именно здесь закалялся чемпион Европы и призер мира Ахмед Гаджимагомедов. В честь самого титулованного борца этой местности уже строится современный спорткомплекс. Инициатива принадлежала молодежи. Сельчане общими усилиями подняли стены и приступают к внутренним работам. Решение тоже приняли с главой, вместе с имамом, с активом молодежи собрались и приняли решение построить. И так как у нас действующий зал, он сейчас что-то такой маленький. Вся эта огражденная территория, это вся территория принадлежит зал. Будет беговая дорожка? Да, беговая дорожка будет кругом, беговая дорожка. Вот все моменты для кроссфита моменты будут. Ну, такой спорткомплекс хороший хотим построить. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт, Калининаул. И на этом все. Оставайтесь с нами. Приятного просмотра. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин